Оставайтесь дома. Этот призыв каждый из нас слышит как минимум несколько раз в день. Но по-прежнему остаются люди, которые пренебрегают всеми правилами и выходят на улицы города без острой необходимости. Сотрудники МВД и Роспотребнадзора провели рейд по улицам Владикавказа и еще раз напомнили горожанам о том, как важно оставаться дома. Тему продолжит Батрас Загуров. О мерах предосторожности горожанам лично рассказывают сотрудники МВД и Роспотребнадзора. Во время рейдов раздают специальные памятки. В них информация с необходимыми рекомендациями. Такие памятки сотрудники МВД раздают всем прохожим на улицах города. Здесь содержится вся необходимая информация для граждан, симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, советы по профилактике, а также действия при подозрении на заболевание. Большинство жителей республики соблюдает режим самоизоляции и выходит на улицу лишь при необходимости. Но есть и исключения. Мы прошли по улицам города и спросили прохожих, что заставило их выйти из дома. Скажите, а что заставило вас выйти на улицу? В магазин, в подвальчик. Вы поблизости живете? Конечно, рядом. Я же не буду нарушать. Я же законопослушный гражданин. Скажите, а маски вы сами приобретаете или это на работе вас обеспечивает? Нет, это я успела купить еще, наверное, только-только началось. Скажите, вы знаете про режим самоизоляции? У меня вся семья на изоляции, на самоизоляции находится. Это правильные меры. Просто я как глава семьи сейчас вышел за продуктами питания, закуплюсь в ближайшем магазине и иду домой. Сейчас я иду с работы. Транспорта нет, к сожалению. Уехать не на чем. Значит, будем тренировать мышцы ног. Для телевидения ответь, пожалуйста, не нужно. Работники МВД и Роспотребнадзора объясняют людям, как важно соблюдать режим самоизоляции и пользоваться средствами защиты – маской, перчатками и антисептиком. Такие рейды с середины марта проходят во всех районах города. Также доводят населению, что не рекомендовано покидать дома без крайней необходимости. Но также хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы с пониманием относились к сотрудникам полиции. И некоторые не понимают, но ребята ведут разъяснительную работу, сотрудники наши, для того, чтобы оберечь наше население, наших старших детей. И не допустить это проникновение на нашу территорию и распространение среди нашего населения коронавирусного заболевания. Также специалисты следят за тем, как соблюдают режим самоизоляции те, кто недавно вернулся из-за границы. Такие граждане должны на 14 дней самоизолироваться и не выходить из дома. В случае несоблюдения режима нарушителей будут штрафовать. Имеются у нас планшеты, в которых мы вбиваем данные гражданина, и нам он ему выдает, должен он находиться на самоизоляции две недели или нет. Занимаются оповещением населения и общественные деятели. Депутат городской думы Павел Бетаров регулярно принимает участие в рейдах и лично общается с людьми. Сегодня мы провели рейды по центру города, чтобы лишний раз пообщаться с нашими гражданами, которые выходят на улицы без масок, чтобы проинформировать их о том, что лучше оставаться дома. Также у нас 16 округов муниципальных, и депутаты, собрания представителей, каждый на своем округе, проводят такие рейды, беседуют с гражданами. Потому что как они знают свои округа, свои районы, так, я думаю, никто не знает. Специалисты еще раз призывают граждан не выходить из дома без острой необходимости. Только так получится предотвратить распространение вирусной инфекции. Патрас Загуров, Игорь Войцеховский, Новости Осетии.